Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. В гостях были Либерж Кпадону, Джозеф Мунгале и Кристина Дерябина. Также приехала мама Вики Романец. Появилась она там не случайно, потому что главная тема ток-шоу это уход Вики Романец с проекта к своему новому избраннику Александру Липовому, который тоже присутствовал на съемках. В эфире мы сможем это увидеть в следующую субботу 7 мая. Вика так комментирует свой уход. Да, мои любимые, сегодня я действительно покинула проект. Для меня он никогда не был шоу. Это была настоящая жизнь. Я любила, переживала и получала нереальный кайф от этого места. Я четко поняла, что в периметре нет и не будет мужчины, за спиной которого я буду как за каменной стеной. Зато за периметром он есть. Александр Липовой, собственно, и есть причина моего ухода. Липовой личность известная. Ему 40 лет, он российский спортсмен, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, а также он политик и бизнесмен. Вика сблизилась с ним совсем недавно после участия в съемках рекламного ролика новой коллекции спортивной одежды фирмы Александра. И, скорее всего, кольцо с бриллиантом за 2 миллиона рублей девушке подарил именно он. Вика продержалась на проекте 1 год и 7 месяцев. Вика, конечно же, одна из самых ярких и самых любимых зрителями участниц проекта. Некоторые зрители без нее даже не хотят теперь смотреть телешоу. Они пишут, одна нормальная участница была и та ушла. Но продюсер проекта Михайловский успокоил зрителей. Он написал, уверен, с Викой вы еще не раз увидитесь в Доме-2, так что не огорчайтесь и не торопитесь уходить. Некоторые поклонники Вики считают, что этот уход тоже очередное шоу. Что Липовой просто друг Тимура Графудинова и организаторы просто придумали красивую историю, чтобы Вика отдохнула и пришла в себя. Они сомневаются, что у них действительно отношения и думают, что Вика скоро опять вернется на проект. 1 мая участники проекта, как и вся наша большая страна, отметили светлый праздник Пасхи. Накрасили яиц, купили куличи, некоторые сходили в церковь. И еще немного новостей и слухов. Саша Гозиас и Семен Фролов записали в студии песню. Ее подписчики комментируют, что с твоим прокуренным голосом только песни и петь. Марина Африкантова обратилась с просьбой к своим подписчикам. Ребята, не пишите плохие комменты про Андрея Чуева. Большой Чуй реально меняется. Скоро станет совсем шелковый, он же влюблен. У Марины с Андреем в отношениях все чудесно, они проводят вместе вечера. В сети ходят слухи про Тату Абрамсон. Девушка, которая училась вместе с ней, рассказала, что у Таты были проблемы с успеваемостью и аттестат о среднем образовании она просто купила. Сама Тата слухи не комментирует, но скорее всего так оно и было. Многие ребята отмечали, что она недостаточно интересна в общении. Катя Богданова, запроектная подруга Коли Должанского, рассказала о событии в своей жизни. Журналисты взяли у нее интервью по поводу ее любовной истории с Коляном. Интервью опубликовали в Костромской газете, чему Катя несказанно рада. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!